И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен и Медиум. Вместе с параллельным миром, в который мы попали не только душой, но еще и телом. Водушевляет это все, конечно, невероятно. Особенно крики на фоне способствуют появлению у меня веры, что здесь все будет хорошо. Пойдемте изучать. Как-нибудь потихоньку. Ну, лестничка справа, конечно, намекает, но мало ли. У меня за кадром, пока я пила кофе, возникла тупая мысль о том, о ней построил ли этот отель товарищ Томас. Возможно, как бы для таких же, как он, вряд ли. Ну, типа, знаешь, мы построим отель, а на самом деле это не совсем отель. Ну, то есть не только отель. Ну, это настолько тупая идея, наверное, что предлагаю на ней не задерживать свое внимание. Бернарду, походу, тоже хорошо. Ну, смотри, теперь Бернард, я так понимаю, да? Да, здесь кнопочка теперь другая. Ну, или Бернард. Ну, маски лица. О, смотри, она им помогает. Этим двум засранцам. Ну, точнее, Бернард-то был хороший, а вот девочка эта мерзутная. А прикинь, вот эта большая квакозябра эта девочка, на самом деле, а не медсестра. Позитивно. И какая из этих масок нужна? Окей, слава богу, нам не придется искать. Среди них нужна. Я же только что... Ну, камон. Я только порадовалась. Так, а это что? О, еще одна зерк? Ммм, боляха. Ничего себе. Переходы туда-сюда обратно. Здесь я нибудь не пройду, да? Этса поляла. Ну, пальцем. Блин, да-да клево. Эмм... Че? Ну, у меня есть... Была. Ладно. А я еще и думаю, почему она говорит так, как будто бы у нее больше нет этой кошара. А вот почему. Оп, стоп. Ой! А я думаю, что за звук-то такой знакомый-то? А вон оно что? Не видно нифига в этом мясе? Ой! Единственное, что очень... Вот прям подбешивает, что так долго оно режет. Побыстрее что, нельзя что ли? Я понимаю, драматизм. Ну, драматизм мы будем в первый раз наглядеть. Так, ну что ж. Ты такая молодец, конечно. У тебя сейчас энергия закончится и все. Хорай трепаться берем. Они улетели! Ха! Сыкло. Я их даже не дожгла еще. Смотри, прикольненько. Это велосипед... Нет. Что это наверху? Это... Коляска? Слишком просто маленькая для повозки. Коляска? Это не... Не похоже на велосипед? Или... Или подожди. Ну, колесо просто не велосипедное. Сложно. Невонятно. Она мне кого-то напоминает лицо. Так, не туда. Какой дизайн? Офигенный. Офигенный. Подожди. Теперь черный. Закай. Ну... Ну, такое, конечно... Косин. Ой Иди ты в жопу! Зеркало-зеркало-зеркало-зеркало-бо здретье О Господи За что? Просто и такой офигенный контраст. То есть, что-то там топает ногами, жужжат эти, блин, мытые, я не знаю, крыльями своими. Халоп! Вот это орёт, тварюга! И ты переходишь и тишина практически полная. Боже. Ой. Я себе нажму обратно. Наверное, её уже там не будет, я надеюсь. Прикинь, она стоит там такая, или сидит, я не знаю, знаешь, ножку на ножку закинула. О! С возвращенцем! А нам так придётся сейчас туда вернуться за... Точнее, не за. О, прикольно так ещё, главное, смотри. Отражение клёвое. Не за ас. Так. Здесь я понимаю проход, а вот тут вообще ничего нет. Оно как-то меня путает. Мне кажется каждый раз, что я должна вот туда пройти, а я подхожу, то есть иду как бы вот здесь вниз. Вот туда, а попадаю как бы немножко не так, как хочу. А, нет, всё правильно. Я думала, вот эта вот дверка, где можно пройти, да, в шкафчике, она находится вот здесь ещё. Думаю, как-то странно идёт. Я иду вправо, а попадаю вниз. Господи, эта темнота, конечно. В смысле? В смысле, блин? О! Иди ты в зубу. В смысле? В смысле? Что это реально? Хороший вопрос. Слушай, ну точно так же, как и ты. А, может быть, Томас имел в виду не себя, а ее. Просто изначально, когда он так говорит, кажется, что он тоже такой же, как и мы. А, блин, а он, наверное, ее имел в виду? Вон он вообще. Наверное, он, ну, как бы, спроектировал, сделал все, а потом столкнулся вот с Уладьем вот и начал копать. Возможно, пытался вот как-то изгнать ее, помните, вот эти все оккультные книги, вот это вот все. Потом уже вышел на нас, узнал, что мы вот такие вот прикольные ХЗК, конечно. Я думаю, мы еще узнаем. Возможно. И тут здравствуйте. Поэтому он нас и позвал, чтобы мы ее изгнали. Блин, а ты предупредить как-то нормально не мог, нет? Отсюда, кстати, и почему стол был в нашей реальности поломан, ну, тоже был вопрос. Тоже как так-то. А вот как. А вот как. Прикольный. Слушай, ну она сломала дверь, конечно, сюда. Могла бы вот эту дверь сломать, было бы лучше. Ну ладно. Не, ну тогда дебильная теория о том, что это не просто отель, но еще кое-что, наверное, отпадает. Ну, это было очевидно, конечно, но вдруг, кто знает, иногда самые безумные идеи оказываются верными. Ну, это было прям совсем из пальцев, ассоциативно. О, радио. Механики прямо обрастают. Мясо. 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 Продолжение следует... Медсестру, то, что она ходила между мирами и кожу снимала, вот здесь произошла вот эта резня, видимо, она всех порезала и кожу со всех содрала. Ну, прям в лицо практически это пихают. С другой стороны, из-за того, что пихают в лицо, возможно, это не так. Как там, господи, интуицию-то включить? Плохая сиделочка. Ну, нет, все-таки сиделочка как будто бы, да? Все-таки она... Блин, нифига себе мысль-то оказалась верной. Брошенная вскользь. Впрочем, это не должно нас удивлять, да? Ой, нет, подожди, слушай, что-то я куда-то еду правильно. Подожди. Ну, допустим. Есть еще одна теория на тему того, почему бабака это с крыльями? Я пока ее придержу. О, ну, если надо было все-таки потрогать, да? О, ну, я не знаю. Здрасте. Ну, а может обратно как-то сходим? Там у нас вторые же мотыльки были. Бабушки, вернее. Чудесный пиздыш. Дорогая, ужасно скучаю. Надеюсь, ты скоро приедешь. Тебе тут понравится погода прекрасная. Солнечко греет, озеро блестит. Люди очаровательные. Очаровательные и мертвые. Все. С любовью, Фрэнк. Ну, скорее всего. Что? Фрэнки, ты в порядке? Ты в порядке, Фрэнки? Будет смешно, конечно, если не окажется, что это не Фрэнк. Неловко получится. Ну, пока что F. Давайте уж придерживаться как-то приличий. Ой, щит. Еще одно зеркало. Что-то я уже куда-то совсем утупала, слушай. Так, ну это уже в том мире, очевидно, да? Ой. Ой. Боже, я уже не ориентируюсь, куда мы там ушли. Потому что у меня... Вот сейчас вот это кто? Это вторые мотыльки или все еще первые? Я уже запуталась. Потому что как будто бы были... Первые. Они сперва на ключ навели, теперь ведут куда-то дальше. А там же еще и вторые есть. А я уже не ориентируюсь. О, свои опять. Они путают меня, чтобы потом, когда я побегу, я вообще не знала, где я и куда мне бежать, да? Собаки. Ой, автосейф. Сейчас сперва сюда. Посмотрим, где я. Каковы шансы, что сейчас начнется стелс с задержкой дыхания? Каковы шансы, что сейчас начнется стелс с задержкой дыхания? Открытые. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Это не помочь. Нстранство. Я не могу. Не д cartouchу. Какие другие. Ни пьяные. Нет жендей. Почти-почти. Блин, она неудобно как-то ходит, я вообще не вижу. Ладно, вижу, но только когда она уже прям ходит так, что уже хрен засунешься. Сейчас как побежит за мной, тварь. Ой, господи. Хлебом не корми, да? Дай проспойлерить. Я все про вас знаю, разработчики, про все ваши ходы. Когда вы что включите? Ну ладно, почти. Уже не видно. Это тот самый что-то, да? Ну, да. И уже не видно. Это тот самый что-то, да? Окей, последний раз. Я не чувствую мою ряду. Я не волнуюсь. Я просто хочу идти к деду. Мне нужно быть самим. Нифига, какой козел. Нет? Нет. Наверное, просто стейдж-нам. Артист, который знал, как Вивиэн. Этот имя, он везде. Но это не настоящий ты. Да, это не наша комната. Я думаю, что ее менеджеры? Извращенец поганый. Блин, они офигенную тему взяли. То, что они раскрывают истории разных людей, которые жили в каком-то одном месте. И это, блин, всегда выигрышно. Особенно, если эти истории какие-то жопные. А какими еще они могут быть в Хоррере, да? Или просто в драматичной какой-то игре. Или в психологическом триллере. Я не знаю, где угодно. Разработчики, молодцы, они взяли рабочие элементы игр. Ой, ой. Соответствующего жанра? Во многом, конечно же, вдохновляли Сэнд Хэр. Тут как бы не нужно гадать даже. Ты? Ты? Что ты? Нет! Выходи! Нет! Нет! Нет, не приятно. Не приятно. Он, что ли, ее того, этого, что ли? Что ли, что ли? У нас должно быть что-то. В общем, забавно, смотри, в тот мир как бы фонарик проникает. Это прикольно. Я ничего не... А! Страница нужна. Я думала, можно почитать как-то. Опа, здрасте. Сейчас звонить будем на ту сторону. Ну, не на ту сторону, конечно. Хотя, смотри, как посмотреть. Причем, смотри, номер Юджина зачеркнут. Этот говнюк, короче, походу... Да. Не только подглядел за ней. Oh. Hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Угу. Так, мамы. Ну тут-то мы должны. Yes. Yes, mother, I know. I'm doing my best. Oh. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. Victoria? You know, I hate that. Victoria? That was her given name. But not the real one. Not to her. Badly. Hello. Yes, this is... Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. You know what? Never mind. That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Thank you. Well... It's a stressful job, I guess. А про Юджина ты ничего не хочешь сказать? Почему ты зачеркнулась? Блин. Либо послушала. Ну, подчеркнуто даже, извиня меня. Не, Юджин что-то как-то фу. Либо она орала, когда вот эта бабака пришла ее... Ну, думаю как бабака. Ну... Убивец. Кем бы он ни был, да? Ну, пока что один вариант. Либо пришел Юджин. И пришел он ее трахать, прости господи. Против ее воли. Учитывая, что он за ней подглядывал, я бы не удивилась. Ну... То... Да. Ну да. Торис сокращен от Виктории. Я капитан очевидности. Так. И где я? И где мне в какое зеркало зайти? Там или тут? Вообще лучше тут, конечно. Подожди, а что-нибудь изменилось там? Да. Да. Что-нибудь изменилось там? Ну... Ну вот и где я? Вот чтоб я помнила вообще. Они же еще ракурс меняют. Вот теперь я вижу где я, да? Ну пойдем. Ну как офигенно подобранные моменты для ее вот этих моноложиков. Там ничего нет что-то? Потому что они в тему и заполняют вот эту легкую пустоту. Блин, это все... Симулятор бега-ачивка. Это все классно, конечно. Я вижу зеркало. Здорово. Подожди. Ну это, кстати, смотри, очень далеко от изначального места входа, да? Как бы дальше не было. Еще дальше. Еще дальше. И потом ходи по десяти... Где я? По десяти зеркалам там. Туда-сюда запутаться просто в рассмотрен. Вроде как бы сам уровень, да? Вот тот отрезок, на котором ты находишься, он линейный. Ну за счет смены постоянных... Постоянной смены ракурсов. И вообще... Переходов вот этих туда-сюда-обратно. Это, конечно, накладывает отпечаток. Так, мы пошли. Ну да, вот это место как раз. Ой, боже мой, чем дальше в лес, тем чаще попадаются вот такие клювы игры. Ну не, учитывая, что он орал, наверное, это все-таки не Юджин пришел что-то делать непотребное, а все-таки это... Здравствуйте, я ваша няня, вот это я ваша тетя, я ваша сиделка. Не, ну с ним что-то как-то изи. Вот он, вот он и все. Подозрительное дерьмо, подожди. Ой, что-то не та кнопка, подожди. Давай пощупаем окрестности сперва. А, здесь, нет, здесь можно пройти. Ща-ща-ща, не трогай. Блин, сейчас будем вокруг этой фигни кружить, да? А это Юджин, наверное, кстати говоря. Если так подумать, они просто рядом были? Они же рядом жили, правильно? Ну... Видишь, может быть, она не знает, кто это, поэтому, как бы, даже если это Юджин, она не может его... Использовать, потому что она еще не знает, что это именно он. Либо это вообще какой-то левый чувак. Ой, щас стелс будет в жопу чу. О господи, я испугала зеркало. Ну а теперь оборот. А, не, может быть, это, кстати, этот... ...начальник... ...персонала. Ой, как мне не нравится эта комната, кто бы знал. Вот это длинный коридор. Слё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Справа. Ты, это человек. Это, яша-лё-лё-лё-лё-лё. Они-а-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё! Ну и-а-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Я должен идти, как она будет в ручgem мысловаться. Ты знаешь, чего говорят. Если ты спустив, ты на время. Не, я так сказать, когда сейчас... Я слышу их спустивая на полочке. Да, да, я скажу, как она и происходит. Это голос. Это человек. Так, здесь ничего нету, с этой стороны. Сейчас вот эта какая-нибудь хрень случится, да? Не? Где я? Так, председатель Бобань, Хенрик присутствует, Барка Вальдемар присутствует, Ген Кухарский присутствует, Антони Лютек присутствует, Николас Овчарик, Овчарик, как там? Овчарик, наверное, все-таки. Овчарик присутствует, Галина Смог, что-то знакомое имя, господи. Мы его уже, по-моему, видели. Присутствует Данута Шидло. С интересное имя. Присутствует Кристина Варга. Кристина Ванга, давайте откровенно. Присутствует Артур Вендлах, присутствует Борис Железный. Да, мы уже видели часть этих имен. Овчарик, так, ладно. Подожди, а как там? О, ну Кристина на седьмом месте, все логично. Все сходится на команд. Хотя, если брать слово Варг, меня оно тоже устраивает. Так, ну хорошо, присутствует. Надо полутать нужное кресло и посмотреть, кому принадлежит это все. Для этого нужно, наверное, какие-то воспоминания на счет. Я не могу верить, что они меня садили от Бориса. Я не волнусь, кто его муж. Он просто сексистский пиг, за все, что я волнусь. И очень поздно, как всегда. Интересно, они перевели, конечно, сексистскую свиню, как просто шовинист. Мне кажется, все-таки сексистская свиня звучит лучше. Так, Борюся где-то там сидел. Борюся сидел последним. Да, девяточка. Вот он, Борюся. А здесь какая циферка? Четверочка. Николас. А как-то у тебя в мозгу это отложится. Ну, я узналь. И чё теперь? С этим делать? Какая-то реакция будет на все это? Да. Господи, женщина. Камон. Сораные скрипты. Да-да-да, мы поняли. Ну ладно. Я сама не заметила точку внизу и, честно говоря, думала, что это какая-то точка, которую я уже трогала или что-то вроде того. Ну, вот сейчас пойдет жара. О, блин, она за мной, что ли, идет? Ай, сейчас схватит за... Я думала, она впереди меня идет. Ну, первый раз попались, слушай. Я думала, честно говоря, что она на меня идет, а не сзади. Хотя, с чего бы ей идти на меня, если она убила этого чувака там где-то, да? Ну, мне что-то показалось по звуку голоса, что она идет на меня, поэтому я вбок так сдриснула. Мне сначала ждала изначально подставы, что есть, что есть в той комнате, есть более длинный. Будет жопь. Будет жарить. Ну, нет. Честно говоря, в этой темени даже иногда не видно вот этих всполохов, шагов. Вот это пыли. Ну, не всполохи, конечно. Ну, вы поняли. Пыль не вздымается. Не видно ее. Точнее, она вздыматься-то вздымается, но ее не видно. Так, ты уже сделала, да? Все, сделала. Все, теперь пойдем. Блин, она реально шла справа. Блин, нет, подожди. Можно сбросить? Не, по звуку мне не показалось. Она действительно шла справа. Справа налево, а потом как будто бы на меня. А первый раз просто мне показалось, что она идет на меня, но из-за того, что свет был откуда-то сзади и как будто бы ноги оттуда же шли там, не знаю, то ли я свет с вот этой пылью перепутала, то ли не видно ни хрена. А по звуку очень сложно. Хотя у меня звукопередача стоит как для наушников. Окей, Ник. Так, ладно, давай к правой стене прибьемся, потому что я тупо не вижу даже. Я слышу ее, как она идет справа налево, но на этом все заканчивается. Потому что я ничего не вижу. М-м-м. М-м. 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 а мне же надо Р-3. Нормально. Ну как в смысле нормально? Подожди, мы же... Она же в этой же комнате, только уже в оплоти должна быть. Ну она как бы тоже с одной стороны перемещается, а с другой стороны... Ну мы же ее не видим. Значит, наверное, частично она все-таки. А почему мы ее, кстати, не видим? Может, потому что она голая? Но вообще, кстати... Любопытный момент. Почему она до этого была видимая, а теперь она невидимая? А, невидимая, потому что в другом мире. Господи, женщина. Кто тебе такую сделал-то? Ну все же очевидно. Господи, сама себя путаю. У меня уже просто столько мыслей, у меня уже несколько теорий в голове. И меня это... Пугает. Она еще бегает, блин, страшно. Топает ногами своими. Десять мыслей в одной голове и ее просто... Больше просто уже не помещается. Блин, я уже жду, слушай. Я уже жду Юджины. Так, все, дайте мне мой болторез. Ну, нет. Он так не откроется, конечно, мне. Ну, надо вернуться в реальный мир, я так понимаю. И здесь дверь каким-то макаром будет открыта. А, не, мы просто в соседнюю комнату свечнемся и никакой двери не надо. Тихоня. Господин Рыкович ведет себя, мягко говоря, неразумно. Я медсестра, а не няня. Я понимаю, что ему нужен кто-то, кто будет за ней присматривать. Но у меня и так много забот. Даже если я брошу все дела, мне все равно нужно заботиться о бедном господине Тарковском. Мне все равно стараюсь изо всех сил. Девочка хотя бы тихая и обычно держится особняком. Она часто разговаривает со своими воображаемыми друзьями, но я считаю, что это вполне нормально для ребенка ее возраста. Вот, кстати, да, я тоже заметила, что когда у нас были воспоминания этой девочки, ну, предположительно, Лилии, да, она с кем-то говорила. И, возможно, она тоже из тех, кто, как бы, видит два мира. Возможно, отчасти именно поэтому она еще и жива. Ну, то есть, ну, как жива? Ну, в том виде, в котором мы ее видели. А не вот, вот, как вот эти чуваки. Иногда я слышу, как она разыгрывает целые диалоги. И звучит это так, будто говорят два разных человека. Очень одаренная девочка. Видимо, это семейная. Семейная, говоришь. Хотя, возможно, это две разных девочки. Но, с другой стороны, что-то сомневаюсь. О, да, деточка. Любимый мой замечательный. Ачивка. Короче. Ну, вообще, короче. Да, чтобы... А обрезалишь там что-то и становится короче. Но, по факту, это короче. У меня есть батарея. Все, бежим. Боже, там было столько дверей, которые можно щелкнуть было. Этим болторезом. Включая комнату отдыха и все. Слушай, сейчас, получается, можно... Пройтись прям, да? О, боже. А я даже не помню, где там это было. Ой, а сейчас прямо в обратную сторону, да? Ох, едеть, колотить. Подожди тогда. Что-то как-то немножечко странно тогда и получилось. Может, все-таки не сиделка? Слушай, а что, если... Как бы злая сиделка, потому что девочка писала, что фу, злая сиделка. Просто ей не нравилось, что она за ней присматривает. Может, как-то получилось так, что это Томас, который присматривал за девочкой, да, по каким-то там причинам. Он думал, что она одержима и пытался изгнать из нее уже кого-то. А по итогу, ну, как бы сделал хрень. Впустил в этот мир какую-то злую хрень другую. Хрень, хрень везде, одна хрень. И она тут всех переубивала. Бедный, бедный мой Тарковский, что же с тобой случилось? Результаты анализов не указывают на травму мозга или деменцию. Но когда я смотрю в твои грустные глаза, то не могу отделаться от ощущения, что тебя уже нет. Ничего, дорогой мой, я о тебе позабочусь. Я сделаю тебя настолько счастливой, насколько могу. 450 миллиграммов венлофиксина. Это тебе подпотребит. Ну, сомнительно, это все как-то звучит, наверное. Ох. О, нет, все-таки она. Забей. Все-таки, да? Подожди, в смысле до нее тварь добралась? То есть она подразумевает, что эта тварь, какой бы она ни была, она делала из людей одержимых? В этом плане? А это что такое тогда? Откуда у тебя такие версии? А такое вообще возможно? Мы раньше с тобой это не обсуждали. Подожди, она сказала до нее или до него? Может, я просто через жопу прочитала? Нет, да не ее. Ну да, да. Хм. Что-то тогда... Подожди, я там что-то не уламываю тогда. О, боже, не надо. Вот этих подгрузов, локаций, я напрягаюсь. Боже, это сейчас вспомнить все вот эти места. Слушай, а я тут точно все, да? Здесь был вот этот вот провал. Здесь вот эта все хрень. Здесь вроде ничего нет. Ну, ладно. Нет, так нет. Ну, пойдем. Слушай, ну тогда что-то... Что-то прям не знаю даже. А что если она говорит то, что вот голая я здесь, потому что у нее нет, ну, типа, кожи, например. И она теперь ее коллекционирует. Ну, как-то через других тогда. Да ну, боже мой. Болк-каттерс. Фантом. Ну, предположим. Ачивка в смысле фантом. Ну, как-то странно. Эта тварь добралась до нее первой. То есть до медсестры. Но медсестра при этом убивает старичка этого. Как одержимая. И в итоге мы по факту первый раз слышим, что вообще есть какие-то бабайки, которые могли бы до разума до чего-то добраться. Ну, как-то не знаю. Ну, вот там, кстати, подошел бы как раз-таки. Болк-каттерс. Сейчас, подожди, а тут что-нибудь есть? Блин, мне нравится главная героиня, она клевая. Она что-то там рассуждает, думает о всяком, по ходу делает. Шутит еще что-то даже. Так, давай здесь посмотрим, что тут было помимо. Ой, тихо, не надо дергаться, пожалуйста. За шорт катим везде, где можно. Странно, болтарис как-то немножко, ну ладно. Я надеюсь, здесь нет, на самом деле, вообще, в принципе... Ой, нет, подожди. Мест, где можно щелкнуть эти цепи, но профукать это место. Знаешь, какое-то необязательное. Я надеюсь, здесь таких мест нет, потому что... Мы уже вроде несколько дверей щелкнули, а я не помню. Это одни из тех, которые сейчас четко... Сейчас бабака за нами побежит. Я прям чувствую, что сейчас что-то будет. Мы слишком близко к... К цели. А когда мы близко к цели... Ничего хорошего-то для нас закончиться не может. Ну, получается, вот эти все двери... Я их уже как раз и щелкнула только что, да? Ну вот, мы вернулись. Вот они... Они эти двери... Подожди. Давай я сейчас все-таки немножко вернусь. Там же тоже было закрыто. Наверняка нам в эту сторону надо будет потом, да? Нам нужно в комнату отдыха. Значит, если мы пойдем сюда, никаких скриптов в теории быть не должно. Праха-смерть. Бла-бла-бла. Он вообще не затыкается. Говорит и говорит. Показывает мне всякие штуки. Всякие места. Плоти, кости. Праха-смерть. Я описываю их Ричарду. Это немного помогает. Он думает, что это все мое воображение. Говорит, что мои рассказы его вдохновляют. Такие дела. Я устал. Если бы не он. Меня бы здесь не было. Но иногда мне хочется побыть в одиночестве. Только я. Наедине с собой. Я. Хоть разок. Ричард. Ну, типа, рассказывают Ричарду. Только ты успеваешь отнести какую-то теорию. Как что-то появляется, что заставляет тебя снова о ней думать. Господи, нигде больше не было. Так, мы еще какую-нибудь записку можем, интересно, полутать. Это что такое там? Это трогали? А, да. Это говорящий ботинок. Ну, это, собственно, оно. Ну, вообще, кстати говоря, мы находили на всю серию. Давайте оставим Day Room на следующую серийку. Блин, очень интересная игра. Очень здорово. Прямо хорошо. Не знаю, есть ли смысл в конце каждой серии повторять, что здесь офигенная атмосфера, классный амбиент. И вообще все хорошо, кроме оптимизации. Но так и есть. Надеюсь, что вам нравится. Вы знаете, что делать в этом случае. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Не забывайте, пожалуйста, про ссылочки в описании. Потому что, ну, как бы, когда видишь под прохождением вопроса, а у тебя есть группа? А у тебя есть дискорд? А на твиче это есть? Это немножко странно, учитывая, что описание всегда в вашем распоряжении. Поэтому пользуйтесь. Оно для этого и сделано. Ну и, в общем-то, до встречи в следующей серии. Что готовит нам Day Room? Кто его знает? Что-то, наверняка, драматичное, как минимум. Узнаем в самом скором времени. Все. Всем пока.